приветствую вас уважаемые подписчики канала про цветок весна не за горами и я хотел бы продолжить тему декоративных огородов или огородов принципе так получается что огород на самом деле не всегда выглядит эстетическим привлекательным и связано это конечно не только с тем что огород какой-то это грязная земля там все разбросаны и так далее но и даже просто потому что в огороде на самом деле не всегда что-то растет есть периоды когда определенные культуры мы уже собрали убрали урожай и соответственно там остается какой-то свободный грунт и так далее есть вопрос в том чтобы научиться немного изолировать огород от остального участка очень часто этим приемом пользуются в ландшафтном дизайне так получается что огороды чаще всего отводят место немного на периферии территории участка для того чтобы он не сильно бросался в глаза так вот какие же есть варианты как его с одной стороны немного подчеркнуть и вписать в дизайн сада но в то же время немного спрятать есть несколько вариантов того как можно это сделать первое можно устроить вокруг огорода какое-то ограждение или заборчик декоративный он может быть как достаточно низким буквально для визуального ограничения то есть высотой в районе полуметра может быть и полноценно выраженным высотой и метр полтора и даже выше здесь на самом деле разнообразие велико можно использовать как стандартную древесину штакетник можно переходить соответственно и на более долговечные материалы плюс можно использовать различные краски для того чтобы подчеркнуть соответственно или выделить его кроме этого забором совместно можно использовать и растения посадить по переднему плану какие-нибудь цветущие многолетники или соответственно даже небольшие кустарники второй вариант кроме забора вдоль границы огорода можно создавать живые изгороди если на тему живых изгородей я уже в принципе рассказывал какие не бывают и как с ними работать то представьте если по периметру огорода вы посадите какой-то низкий стрижный баз бордюр допустим из кизильника блестящего или создадите посадки виде живых изгородей из красиво цветущих кустарников из спирей или из гортензии это подчеркнет огород и даже если не выделит его то по крайней мере оформит поэтому вопрос использования живых изгородей опять же разной высоты я бы для декорирования огорода из одновременно немного его украшения или для того чтобы немного припрятать оставил бы актуальным кроме живых изгородей третьим вариантом для того чтобы огород изолировать является использование различных конструкций то есть ну или каких-то каркасов на первом месте здесь наверное будет использование шпалер то есть это деревянная как правило решетчатая структура к которой мы можем закреплять различные древесные растения и таким образом их поддерживать в интернете вокруг есть целый ряд примеров того как это можно сделать высоко декоративные интересные по-разному ассортимент растений здесь тоже на самом деле может быть очень разнообразным если кстати это будет интересное направление напишите в комментариях мы отдельно поговорим на тему шпалер есть близкое понятие со шпалерами это устройство трильяжей трильяж по сути это тоже решетчатая структура чаще всего выполненная из дерева но которая нужна для того чтобы по ней вились лианы то есть вьющиеся растения причем они могут быть для того чтобы изолировать огород как однолетними так и многолетними про многолетние древесные лианы я уже тоже рассказывал а смысл в том чтобы использовать как раз таки для изолирования огорода в том что сама по себе конструкция будь то шпалера или трильяж они уже будут соответственно перекрывать вид в огородную часть но и с другой стороны если мы на рядом с ними или на них будем высаживать растения древесные или травянистые мы будем добавлять соответственно изолирование то есть это конструкция будет менее проницаемый для взгляда но и с другой стороны понятно что мы сделаем сделаем ее более интересной смотрите посадим допустим крупнолистный киркозон сделаем и абсолютно зеленый посадим интересные цветущие клематисы мы добавим красок соответственно можно посадить какую-нибудь однолетнюю фасоль огненно-красную или допустим душистый горошек и каждый год менять соответственно экспозицию поэтому вариант использования вот именно таких конструкций малых архитектурных форм для изолирования огорода я считаю это одно из самых наверное таких хороших актуальных решений кроме этого наверное вот следующий это четвертая позиция это очень интересный вариант использования деревьев сформированных виде пальметы что такое пальмета само по себе слово французское и она означает узор или орнамент так вот пальмета это тот вариант когда мы используем плодовые деревья это может быть ну более распространенные это яблони но могут быть груши и косточковые породы и пальмета формируется плоской структуре то есть у нее плоская крона с выраженным каким-то рисунком ветвления то есть пальметы могут быть по принципу веера а могут иметь основной ствол и расходящиеся горизонтально ветви пальметы на самом деле в настоящее время периодически используется и в ландшафте потому что это очень выделяющиеся растения и важно что они занимают мало места также допустим как колновидные плодовые культуры как яблоня их можно высаживать буквально там с расстоянием в метр-полтора друг от друга они будут иметь плоскую крону мало занимать место и пространство но в то же время естественно не будут приносить еще и пользу то есть они будут формировать плоды которые мы можем употреблять в пищу если сами по себе пальметы при приобретении в питомниках уже во взрослом возрасте то есть в хороших размерах а чаще всего они высотой до двух-трех метров культивируется так вот такого размера они конечно стоит нереальных просто денег но с другой стороны можно формировать самостоятельно важно тут знать какие саженцы использовать и как соответственно пройти подойти к процессу формирования если кстати будет интересно можете посмотреть видео про формирование пальмет на моем канале кроме этого в завершении я бы хотел наверное отметить что процесс изолирования огорода то есть то как его прятать немного важно делать правильно ведь изолировать огород мы напрямую можем допустим северной или северо-восточной стороны и по-другому необходимо подходить к процессу если мы хотим спрятать огород с южной или юго-западной сторон вплотную к огороду это делать не стоит потому что конструкция или изгородь или какой-то другой вариант который вы выберете высотой допустим там полтора два метра уже даст тень соответственно часть огорода или на какую-то одну из гряд в этом варианте стоит конструкцию или посадки все-таки немного от огорода отдалите создать какую-нибудь допустим буферную зону более широкую дорожку или там место складирования инвентаря для того чтобы все-таки наши конструкции элементы которыми мы прячем огород не несли в себе какой-то негативный аспект негативную функцию поэтому я советую вам обратить внимание на то как опять же огород можно сделать более декоративным или соответственно в то же время сделать огород и сам по себе эстетически приятным что я уже рассказывал видеоматериале про декоративные огороды до встречи в следующих видео